Здравствуйте, Александр! Расскажите, пожалуйста, что сегодня Вы можете предложить специалистам УЗИ из линейки Hitachi Alloka? Мы можем предложить некоторое количество стационарных аппаратов, различные по сложности, различные по набору функций, естественно, различные и по цене. Кроме того, в нашем спектре, предлагаемой аппаратурой, остается один переносной аппарат, правда, он пока черно-белый и без доплеровского блока. Это ProSound 2. Остальные приборы в большинстве своем Вы можете увидеть на выставке или на шоурумах наших дистрибьюторов. Это аппараты, которые выполняют основную, рутинную работу в поликлинических кабинетах, в клинических больницах. Некоторые аппараты приспособлены для работы и в центральных научно-исследовательских центрах, типа кардио, акушерства, гинекологии. Короче говоря, это рабочие лошадки, которые многие годы уже известны на территории бывшего Советского Союза, а теперь Российской Федерации и страны СНГ, и выполняют основную работу по исследованию самых различных медицинских учреждений. По надежности, наверное, многие знают легендарную надежность Allokie. Она до сих пор остается на таком же высоком уровне. Некоторые приборы, которые до сих пор не может списать, скажем, медицинское учреждение, им насчитывается до 20 и более лет. Например, такие легендарные машины, как SSD-630, SSD-650. Недавно мы получили фотографию работающего прибора 650-й из Владивостока. Ему уже более 18 лет. Прибор в рабочем состоянии, и они на нем спокойно выполняют достаточно большую программу исследования. Естественно, хотелось бы, чтобы больше было возможности приобретать современные аппараты, поскольку уровень ультразвуковой диагностики в стране неуклонно растет. Поэтому на данный момент мы можем предложить достаточно широкую линейку стационарных приборов. В ближайшем обозримом будущем мы предложим и переносной прибор, который будет также, надеюсь, хорошо встречен нашими специалистами. Из самых последних, наверное, моделей мы можем сказать, что на данный момент на смену хорошо известной модели SSD-3500 пришла новая модель. Она называется F-37, в которой основной, скажем так, маленький недостаток 3500, это было отсутствие непрерывно-волнового доплера. В этой машине мы имеем возможность предложить режим непрерывно-волнового доплера в базовой комплектации. При этом, скажем так, условия приобретения очень близки. Расскажите, пожалуйста, какие технологии на сегодняшний день пользуются успехом у специалистов? Ну, как наиболее модные технологии на сегодняшний день, это всем известная эластография, которую мы можем предложить в двух наших моделях. Это Альфа-7 и F-75. Это опциональные вещи, то есть при необходимости эти аппараты могут быть доукомплектованы этими программами и возможностями исследования. Далее мы можем предложить очень большой выбор малых интервенционных методик. Это пунктирование. Большинство наших датчиков могут быть снабжены пункционными адаптерами для малых вмешательств. Очень большой выбор интероперационных датчиков, включая некоторые датчики, просто являются уникальными и у наших уважаемых конкурентов они просто в наборах отсутствуют. В частности, датчики для исследования головного мозга у взрослых через стандартные трепунционные отверстия. Такого датчика практически ни у одного из наших конкурентов нет, за исключением B&K, который в своих разработках направлен конкретно на работу в хирургических отделениях. Наши аппараты являются универсальными и могут быть применены в любой отрасли современного ультразвука. Специализированного кардиологического прибора АЛУКО не выпускает, но тем не менее аппараты среднего и высокого класса могут осуществлять полный спектр исследований в кардиологии, которые, в общем-то, необходимы даже на уровне кардиологических центров. Спасибо большое Вам, Александр, за интервью. Пожалуйста.